Попробуем так. Ну, с появлением камеры у меня есть как минимум время, пока я еду, так сказать, разнообразить контент Татьяны Ивановны. Поэтому, может быть, от случая к случаю я буду периодически что-нибудь вещать. Не знаю, о чём, как. Есть пару мыслей. Например, сегодня я думал повещать по поводу нелегальных мигрантов, которые едут с Америки, после того, как товарищ Трамп решил навести порядок у себя, так сказать, в своей стране. Меня как-то спрашивали по поводу политики Трампа. Ну, я считаю, что Америке как раз сейчас нужен очень сильный лидер, который нагнёт как внутри, так и снаружи, как элиту, так и не элиту, скажем так, нагнёт в позу и действительно сделает Америку вновь процветающей страной. Потому что в последнее время это было не совсем так. Но опять же, посмотрим, как это будет. С его приходом это очень сильно может повлиять на нас, на канадцев, на нас, в смысле, на мигрантов. Хорошо, на нас канадцев, скажем так. И в том числе те люди, которые вот пересекают границу. Почему-то, не знаю почему, эти люди, большое количество этих людей выбрали границу Северной Дакоты и Манитобы. Есть такой городок Эмерсон, там большой пропускной пункт. В общем, они бегут через него. Как это происходит? Они едут на такси максимально до границы, куда позволяет ехать такси на территории Америки. А потом часа два-три по полям идут, переходят границы. Понятно, что граница там не сильно-то и охраняемая, что ее охранять. Ну вот, они так вот переходят. Переходят в основном люди сирийцы, сомалийцы. В общем, ну, я не могу сказать, что стрёмные люди, но люди, некоторые не совсем умные, допустим, потому что они могут в осенней, осенней, такой легкозимней одежде два-три часа идти по минус при минус 30 мороз. То есть, ну, человек, ты когда вообще, ты думал вообще, куда ты идешь и как это все будет выглядеть? То есть, хотя бы вот этот вопрос надо было себе решить, как это все будет происходить. Ну, они себе обмораживают руки, ноги. Ну, в общем, вот так вот. идут они примерно где-то 7-10, 7-10 человек в неделю. Примерно такие подсчеты. В основном, понятно, идут молодые люди с плохим английским, с перепуганным видом, но понятное дело, что у них будет перепуганный вид. Как они переходят, здесь их кто-то встречает, допустим, на улице видят, что человек в минус 30 в непонятной одежде. Звонят в полицию, говорят, вот тут такая вот ситуация, приезжает полиция и отвозит их в миграционный центр в Эммерсоне. Что с этими людьми происходит дальше, честно говоря, пока непонятно. Я, допустим, не знаю, выпускают ли их, где они живут, что они делают. Из последних новостей, что я видел, власти Эммерсона попросили у провинции больше полицейских и у федералов запросили больше денег на содержание и на процесс, весь этот процесс. Параллельно, где-то год, может, полтора назад в Алтону, это тоже ближайшее место к нам, переселили, то есть тоже такие рефюджи, несколько семей. Там, я не помню, сколько людей, но там большие семьи, там по пять, по шесть детей, то есть, в принципе, вроде бы как нормально. И там, вроде бы, опять же, ими довольны. Я недавно читал про них в нашей газете, и вроде бы как они не собираются никуда уезжать, кто-то работает, кто-то учится, но вроде бы как общество этими людьми довольны. Вот эти вот новенькие, которые приходят, это, ну вот как мое чисто мнение, как бы это мнение разделяют довольно-таки многие, но я не буду говорить, что все. Допустим, некоторые канадцы не разделяют, но некоторые разделяют. Значит, это молодые люди, которые приехали, допустим, с Сомали в Америку, попросили там беженства, как-то склепали дело, и за счет того, что дело рассматривается годами, они себе там живут, на что-то надеясь. Но придет же срок, и их дело рассмотрят. И, видать, им скажут, что ребята, до свидания. И вот они, побоявшись, что сейчас эти дела начнут быстрее рассматривать, и быстрее их начнут выгонять. Тем самым, они решили, что какая разница, Америка или Канада. Поедем в Канаду. Там вроде как нас приглашают. И вот они решили, а давай-ка мы пойдем в Канаду. И вот они теперь в Канаде. Но, как я к этому отношусь? Я мигрант, который в течение двух лет проходил процесс. Я сдавал английский. Я общался с представителями города. Я им доказывал. То есть, я... У меня есть высшее образование, знание английского. Как это? Как Карлсон в полном расцвете сил. И тут приезжает непонятно кто. Я практически уверен, что по фейковому делу. И его принимают как меня. То есть, меня как мигранта это возмущает. я спокойно буду относиться, если человек из Сомали будет, приедет в Канаду и скажет, меня там убивают, дайте мне беженство. Не вопрос. Но, по правилам, этот человек приехал сначала в Америку и попросил там беженство. и если его дело подтвердится, что его действительно там или унижали, или еще что-то с ним делали, ему без проблем дадут гражданство в Америке. Если он чувствует, что у него дело сшито нитками непонятными, зачем он в Канаде такой нужен? То есть, в Америке его точно никто не притесняет. В Америке его точно кто убивать не собирается. Но, такой человек решил, что Америка его выгонит, давай-ка мы поедем в Канаду. А вдруг повезет. То есть, я довольно-таки прямо отношусь к таким людям. Почему ты убегаешь с Америки? Ну, то есть, вот, логически объясните мне. Как к этому канадцы относятся, некоторые канадцы? Канада это всегда была страна прибежищем для униженных, оскорбленных и всяких вот таких вот и меньшинств людей, политических меньшинств и каких-то физических, физиологических. В общем, Канада, она была всегда пристанищем для вот таких вот оскорбленных. И по-хорошему таких вот оскорбленных было несколько волн. Допустим, там, с того же с империи, с Советского Союза, кто мог сбегал, с Кубы, кто мог сбегал, то есть вот менониты, которые, которых выгнали с Германии из-за того, что они не хотели воевать. То есть вот такие люди постоянно приходили в Канаду. Поэтому у тех канадцев, которые вот здесь вот живут и у которых вот такие были родственники, у них с молоком матери передалось, что людям надо помогать. Но опять же помогать нужно униженным, оскорбленным и те, которым нужна эта помощь. Нужно разделять. Особенно с тем, что сейчас творится в Европе, как бы нужно очень хорошо понимать, кто к тебе приезжает. И вот те люди, которые сейчас прибегут, ведь конечно там есть и хорошие люди, я не знаю, я не буду говорить, я общее свое понимание этой ситуации. Таких людей я бы проверял в пять раз тщательнее, чем, допустим, таких мигрантов, как я. Но похоже, что их не будут проверять. И похоже, что это может быть в дальнейшем проблема. Как это лично, допустим, меня будет касаться и будет ли касаться. Я очень, ну, практически на сто процентов уверен, что такие вот бегуны, они не будут задерживаться в наших провинциях, потому что в этих провинциях такие, только как немцы, казахи, украинцы живут, больше никто выжить не может, по-моему, ну, и сами канадцы. Но это холодная провинция, здесь довольно-таки много неудобств, а люди, они прожили где-нибудь на югах, в Лос-Анджелесе еще где-то, то есть, ну, им как бы жить в наших деревнях, им особо-то и не очень захочется, поэтому они распространятся дальше, как с этим дальше бороться тем людям, куда они приедут, а я практически на сто процентов уверен, что если их оставят, они на следующий день сбегут отсюда и поедут в те же Торонто и Ванкуверы. Вот, в общем, вот такие мои мысли. Да, переживаю ли я по этому поводу? Пока не сильно, потому что, ну, Канада пока что не Европа, здесь довольно-таки суровые законы и полицейские, здесь не будут с тобой панькаться, цацкаться, как в Европе. По крайней мере, пока. Как будет дальше, посмотрим. Ну вот, приехал я за женой, поэтому будем прощаться.